Всем привет, ребятки! С вами Джофф, и сегодня у меня на канале первый в моей жизни автовлог! Да, друзья, мне не дает покоя слава академика Енилеева Давидыча, хотя не совсем, может, хороший пример, и прочих жориков, ревазовых, поэтому, друзья, решил сегодня показать вам этот классный видосик. Что я сегодня буду делать, друзья? Как вы знаете, меня зовут Костенька, мне 30 годиков, и у меня до сих пор нет ни машины, ни прав, ничего подобного. Вы многие из комментариев писали, типа, Костя, как же это так? Там Хорс, Хоррис, Хорриспид катаешься, тачки нет? Ну, типа, ну не солидно. Поэтому сегодня, друзья, впервые в своей жизни я сяду за руль и буду учиться ходить. Ну и надеюсь, вам это все понравится и будет интересным, веселым, занятым и так далее. Вот, а учить меня будет мой хороший друг, вот этот вот гламурный засранец в отчетках. Всем здорово! Ребят, сегодня так солнечно, так солнечно в Москве, поэтому Егорчик одел свои очки. Да. Ну что, Егор, расскажи, что это за штуковина позади тебя? Ну, как вы все, наверное, догадались, это мой автомобиль, Поршка Е... Насосал или подарили? Ну, естественно, насосал. Красавчик, братан, давай опять. Да, поймите, ах, хорош. Ах, нужно стесняться. Да. Короче. Это Каен С дизель, ему три года, я его покупал полтора года назад, пробег был минимальный, покупал своих друзей. Ну, что могу сказать, машина тяжелая, Костя не очень просто будет водить на ней, вот. Там стоит коробка автомат, мы решили начать с нее, вот, чтобы Костя более-менее... Как будто... Понять хотя бы как... Как будто у меня есть выбор. Нужно тормозить, нажимать на газ и так далее. Собственно, вот и все, что можно еще рассказать об этой тачке. Чувак, как будто у меня есть выбор, у тебя-то тачка всего лишь одна, а у меня в Форзах Horizon их уже десять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну что, друзья, садимся, и Егор будет меня учить ездить. Погнали. Все, иди нахрен. Я уже газую, я уже готов. Газователь. Ребят, я становлюсь совсем профессиональным автоблогером, вот, и у меня вот, смотрите, вот такая камера тут есть, вот, и еще вот такая, ребят, камера есть, смотрите, видите, тоже. Это, как ты, Егор, метко назвал эту всю тему, наебальник. Наебальничек. Можете перетагать? Вот это, вот это, вот это, вот это шутничок. Шутничок. Ух, блядь, ой, блядь. Я вот, идите, дайте. Только посмотри-ка сюда. О, красавчик. Нет, вообще камера не туда смотрит. Ну что, друзья, прошло всего лишь в районе 40 минут. Вот мы, наконец-то, одели этот шайтан на хлебальник. Вот, и готовы, как говорится, к первому тест-драйву в моей жизни. На тест-драйве у нас, в принципе, ничего такой, нормальный Porsche Cayenne турбодизель. Вот, сколько литраж тут? Тут 4,2. Вот, вот он сидит, счастливый владелец этого автомобиля. На двух турбинах. На двух турбинах. Ну, ничего, такая машина. 380 лошадиные силы. Ну, 380, ну, как бы не очень, ну, ладно, сойдет, что-то. Заебал ты сейчас выйдешь. Сейчас пешком заводить будешь. Вот. Ну что, что ты, давай. Собственно говоря, в общем, твоя на сегодня задача. Понять, как машина ездит. Ага. Не стучать по педалям. Так. Аккуратно нажимать. Так. Газ держать плавно. Тормоз держать плавно. Когда ты будешь нажимать на тормоз, рулем крутить не надо. Понял. Просто плавненько останавливаешься. Без рывков, без всего. Понял. Медали здесь чувствительные. Понял. Газ и тормоз чувствительные. И желательно нам бы не уебаться в какую-нибудь машину стоящую. Их, конечно, мало. Одна, но они здесь ездят. Нам нужно следить за бордюрами, которые здесь примерно такие фига. Так, у нас тут коробка автомат. То есть дергать не надо, будет постоянно. Соответственно, коробка здесь автомат. Ставим на драйв. Сейчас нажимаем тормоз. Плавно не дергаем. Вот. Так. Обе руки на руль. Так, да. Дергать пристегиваемся. Ой, блин, нас спит. А что? По форзе я не пристегиваюсь. И нормально все. Так. Соответственно, мы поставили коробку передач на драйв. Типа медленно отпускаем тормоз. И он у нас сам начинает катиться. Ребята, первые шаги Джо Возер. А? Первые шаги. Так, слушай, ну я так понимаю, он едет 7 км, да, в принципе? Вот, когда ты отпускаешь тормоз, да? Слушай, неизвестно, сколько он едет. Я не замерял. Не, ну вот тут 8 написано. Окей, 8, допустим. Вот, теперь плавно можно нажимать на газ. Плавно, аккуратно. Не дергаем. Вот, ребята, соответственно, вот такая вот картинчика. Смотрим направо, нет ли там машин, чтобы никто не уебался. Ну, вроде нет. Аккуратно, там бордюр. Да ладно, нормально, я в фурсе 100 раз так делал. В фурсе ты каждые 5 минут разъябываешь тачку, если не чаще. О-о-о, это очревато. Блин, да. Ребята, мы катаемся днем на платной дороге, на съезде с платной дороги. Здесь стоянка для фур, и поэтому... Так, а газануть-то можно? Ну, давай попробуем. О-о-о, 30 км в час. Аккуратненько. Притормаживать надо или не надо? Ну, конечно, надо. Ой, не резко. Притормаживать аккуратно. Это не форза, блядь, нажал задний ход, и она сама затормозит. А у тебя ручник тут есть, кстати говоря? Хуй помпик есть, блядь. Какой ручник тебе еще? Ну, чтобы это там... А, у тебя же даже не задний привод. Ну, это хорошо, кстати. У тебя полный привод. У тебя полный привод. Просто говоря, ну что ты скажешь? Ну, слушай. Первые мои ощущения, что очень-очень нежные эти педали. Ну, типа ты их чуть-чуть жмешь, а машина уже вот... Вот, я, честно говоря, думал, я всегда... Ну, не знаю, может быть, это касается каких-то других машин. Типа, не знаю, там, советских. Типа, я думал, что нужно хорошо так ударить по педали. Точнее, нажать, чтобы она там начала ехать. А тут ты чуть-чуть просто, чуть-чуть вот нажимаешь, вот буквально крапалик. И она уже едет. Понимаешь? Аккуратненько. Но при этом, вот что мне понравилось, это, наверное, особенно всех современных машин, очень легко поворачивать. То есть не нужно там... То есть есть вот этот усилитель руля, по-моему, это дело на всех современных машинах он есть. Прямо одним пальцем вот так можно, да, водить. Вот это мне понравилось. Вот это круто. Вот я разогнался до 30-ника, да? Ну. Замедляешься до 20. И поворачиваем. А, вот так, да? Вот так, да, аккуратно. Блин, ну, мне нравится больше в Форзе. Типа ты разогнался, потом резко по тормозам и уходишь за раз. Поэтому у тебя и нет прав до сих пор. Ты теперь, мне нравится больше в Форзе, чем в жизни. Егор, а к чему сложнее привыкнуть? К машине или к девушке новой? Я хочу тебе сказать, что по моему опыту к девушке гораздо сложнее привыкнуть. Ребята, не женитесь, друзья, не женитесь. Нет, женитесь, но тогда, когда это полностью осознано, полностью взвешенное решение, когда вы поняли, что это тот человек, с которым вы и пообщаться, и поебаться, и попутешествовать. Путешествовать это, кстати, одно из самых важных совместных действий, которые нужно проверить отношения. А давай какие-то маневры сделаем, ну типа там разворот задом, парковка. Можно что-то придумать такое? Разворот задом? Кость, ты первый раз приехал, первый раз сел за руль, и парковка задом. Слушай, ты знаешь, что я не... Сложно. Ты знаешь, что я не Форспид Мост Вонтед прошел? И Карбон, и Заран. Ничем это тебе не говорит? Ребят, ну это... Я как бы профессионал тут сидит, если что. Ну, будущее, естественно. Будущий профессионал. Будущий профессионал. Ну, да. Останавливайся. Так. Так. Давай, останавливаемся, блядь. Ой! Аккуратно там, чтобы не задеть. Да я смотрю, я смотрю бордюр, да. Рулевай, мать твою, блядь! Ой, ой! Слушай, ну это знаешь... Бордюр он смотрит, смотритель бордюров хренов. Ребят, супергерой Марвел, блядь! Смотритель ебучих бордюров, блядь! И не крутит! Смотрит на них, но руль не крутит! Это охуенно, блядь! Охуенно, брата! Это фиаска, сука! Это фиаска! Ребят, чтобы вы понимали, рядом сидит владелец мужчины, у него жопа горит. А чего у тебя чек горит красный, это че? Какой чек красный горит, ты че? Не, ну вот эта нижняя красная лампочка, че-то. Пацаны, остановись, пожалуйста. Покажу, ребята. Костя спрашивает, почему, говорит, у тебя чек горит? Ну это не чек, ну вот красная фигня вот эта вот красная. А горит, пацаны, вот такая вот лампочка, видите, красненькая. Ну да, вот. Вот здесь вот. Вот, че это значит? Вот это значит, что у тебя селектор коробки передач включен в положение драйв. Вот здесь вот такие штучки. П, Р, Н, Д. Я понял. Все, понял. Ну, блин, я же интересуюсь просто, я же просто интересуюсь. Горит чек, пацаны. Сиди, стейлер не тупой. Нормальная тачка Регеро по поводу тачек в Форзе нормальная. Нет, я тебе говорю, нет, Регеро реально не очень. Я вот купил себе, когда вот эту Маклайрен-сена, вот она реально была хорошая. Костя, блядь, ты, что? Костя, блядь, мой хуй, че за пиздец? Да ладно, все нормально, братан, все нормально. Ребят, это че за пиздец, вы посмотрите на это. Да, подожди, а как убрать, что на... На паркинг ставь его. Все, я понял, окей. Ребят, ехали по прямой, блядь, и как он этим рулем начал... Ну, все нормально, все нормально, Егор. Ребята, это ничего? Все, все хорошо, ну ты немножко шины это нормально. А, смотри, у меня поворотник че-то дребезжит, видишь? От бордюра, походу, дело, когда ты ебанул. Нормально, да, ребята? Ребят, вот, водитель от бога, водитель от бога, пацаны. Я просто хуею. Доверил лучшему другу машину, и он, блядь, по прямой... Да ладно, нормально, не бзди, все хорошо. Ну, первый раз это самое. Даже диск не поцарапал, или... И умудрился, кстати, диск не поцарапать. Сейчас надо проверить, может быть, рычаг... Сколько я тебе должен? Сколько я должен? Теперь ты до конца жизни, твоя жопа в моем распоряжении. Так, короче, надо пневму поднять, Костя. Как это делать? Учи. Вот этот рычажок нужно... Так, тормоз нажимать? Не, не, тормоз не нажимай, просто вот этот, да, наверх. Зажать? Нет, все, один раз нажми, и все, он сейчас должен подняться. О! Ты снимай хоть... А, ты это снимаешь? Я снимаю, да. Окей. Реально, ребята. Достигнут уровень. Так, давай еще на одну поднимем. Ну-ка. Охренеть, реально поднимается тачка. Так, теперь давай руль полностью выверни влево. Вот так. Не так? Вот, да, вот. Вот так вот, да, не до конца. Ставь на... На заднюю R. Вот так. И на тормоз потихонечку отпускай, но не до конца. Ага. Просто, чтобы он начал катиться. Бля, пацаны, это просто какой-то... Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Вот здесь вот ты почувствуешь, когда он уже будет на реку. А, он не едет, он не едет. Аккуратно. Чуть-чуть давай, чуть-чуть газ. Да. Чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Аккуратно. Оп. Тормоз нажимай, чтобы не уебаться с жопой теперь. Все, все, все. Все, давай паркуйся. Паркуйся вот сюда справа. О! А? Красавчик. Давайте посмотрим, как он там запарковался. О чем мне делать? Мне паркинг? Да. О чем мне делать? А что мне делать? Ребята, вы посмотрите, как он запарковался. Ну, немножко коряво, но все же... Но все же... Он это задом сделал. Он это сделал задом. Первый раз в своей жизни, чуваки, прокатился на тачке. Смотрите, как я паркуюсь. Не, на самом деле, давайте будем честны. Я... Ну, ладно, мужики, наверное, все хорошо водят, да, Егор? Или не все? Ну, более-менее, предрасположены, наверное. Да. Женщины, ну, женщины, понятно. Там или дано, или не дано. Но на самом деле, на такой машине, современной, да, с 17-го года? 15-го. 15-го. Даже обезьяна может научиться водить. Реально, я вот сел, немножко поездили, мы поездили, поездили вот буквально часик-два. И уже, ну, тут очень все легко. Настоящий хардкор это то, как наши деды на копейки. Вот это вот, там, без этих всех АБС, без задних камер, без систоферделок. Вот дедам нашим респект. Вот у них был хардкор. Вот, мы тут молодежь, 2018 год. Господи, тут разве что не отсасывает. Мне скоро, наверное, отсасывать будут за рулем. Такие специальные будут резиновые вагины. Вот, и будут там тебя удовлетворять. Вот, не, машина крутая. Спасибо.